Только что подошел на этот boat show, поэтому поедем посмотрим, что за лодки, сколько они стоят, кто их делает, как их делают. Покажемся по каналам в Майами, покажу я как они выглядят. Да, практически как все другое в Америке, эти лодки можно купить впереди. Еще одна забава, это погонять вот по этому заливу, называется Biscayne Day. Серьезный агрегат. Это Монекарло MC6. Сейчас узнаем, сколько он стоит. Привет всем, ребят. Только что подошел на этот boat show. В Майами в этот раз его перенесли в Biscayne Park. Обычно это проводится в районе Collins Avenue 54-й улицы, в районе Савасбича. Но, видимо, из-за того, что с паркингом там постоянно какие-то проблемы. И сейчас, опять, не для того, чтобы, например, сюда попасть, нужно было припарковаться за пару километров. И автобус привозит вот тех, кто оставляет машины на это паркинг. 35 долларов стоит этот паркинг, в общем, сюда его привозят. И вот здесь вот в кассе люди покупают билеты. Что касается стоимости, там, 40 долларов стоит первый день и по 25 долларов с человека, чтобы попасть на это шоу. Да, это ежегодное событие, оно часто здесь проходит. Как вы понимаете, Майами ведут своего географического расположения. Здесь рынок яхт, катеров и прочий класс средств очень большой. Здесь каждый, ну не каждый второй, но многие владеют какой-то лодкой. И поэтому, в принципе, сюда есть смысл приезжать для того, чтобы это дело организовывать. Поэтому пойдем посмотрим, что за лодки, сколько они стоят. Кто их делает, как их делают. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Проект Резидент Боу Шоу. Стоит такой крытый тент, который он демонстрирует с колодки. Большого размера, естественно. Да, практически как все другое в Америке, эти лодки можно купить в кредит. То есть банки, либо банки, либо непосредственно сами продавцы предлагают всякие планы, финансирование от 5 до 6 лет. И вместо того, чтобы выплачивать эту сумму целиком, ты можешь просто-напросто платить какие-то месячные взносы и кататься на лодке. Что еще интересно, если у тебя нет своего дока, то ты должен эту лодку парковать вот этих в гаражах, в маринах. И стоит это примерно где-то 500, 400-500 долларов в месяц. В зависимости от расположения вот этой гавани, от этой марины, как они называют ее. И, собственно говоря, какой размер у тебя лодки. Здесь вообще представлены, естественно, новые катера, новые яхты. И также существуют одних поддержанных яхт. И что касается лодок, каждый выбирает лодки на свое усмотрение. В зависимости от своих нужд. Например, какие-то лодки лучше подходят для уикбординга. Например, у моего друга Ямаха. Не помню как. Ямаха, на котором мы покатаемся. Какие-то лодки лучше подходят для рыбалки, понятное дело. Какие-то лодки для каких-то там, я не знаю, гонок. То есть, все зависит от того, что вы на лодке чаще делаете. Кто-то просто любит на лодке выходить. Ему нужен комфорт. Ему не столько нужна скорость, сколько просто удобно, комфортно отдохнуть. Покататься по каналам Майами, выйти в океан. Привет, ребят. Сегодня такой хороший денек. Не очень жарко, не очень солнечно в Майами. Решил взять у кореша джет-ски. Будем от своего покататься. Покатаемся по каналам в Майами. В общем, покажу я, как они выглядят. Ещё одна забава – это погонять вот по этому заливу. Называется Бискейн Дэй. И здесь очень много островков необитаемых. То есть, туда просто можно приехать со своими друзьями и отдохнуть. И вот в этом районе. Опять же, не могу сказать ей, можно вот хорошо так погонять. Я не знаю, получится или нет. Просто я не хочу камеру выронить. Это точноego летчик. Уп plan 맞아요. inconceマートします. Кстати, информационно slot då. Здесь тоже gamala с Lot такеряной Denise docją. чтобы легко испортить межиотекацию. überall в девяти лета небе сimeter. И вот сюда люди приезжают, на своих катерах, на джински, их пришлатовывают прямо, видите, пристань такая, и отдыхают, как будто, да, как ощущение, что ты просто на каком-то необитаемом острове находишься, очень-очень здорово. А какие-то владельцы лодок просят, чтобы снимали обувь, либо пачкает пол, я сюда в коржовку пришел, поэтому каждый раз их снимать лом. Очень интересно, большой выбор представлен, ценники тоже варьируются, там, от 20 тысяч просто какие-то катера до полмиллиона. Поэтому комфорт и роскошь на этом боут-шоу, в принципе, склошь и рядом. Серьезный агрегат, сейчас узнаем, сколько он стоит. Все так красиво, конечно, душевые, кондиционер очень хорошо работает, что немаловажно в условиях жары и боли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И конечно верхняя палуба, очень мило, здесь очень классно, большое пространство, много места, где можно посидеть, столь посередине, очень многие здесь уже сидят, приходят, да, ну естественно есть носовая палуба с такими лежаками, где можно в солнечную погоду, благо в Майами этих деньков предостаточно, позагорать, очень конечно прикольно, да, 2 миллиона 100 тысяч, это яхта ваша, ребята, Вот здесь может быть ваш дом, сначала надо купить этот лот за несколько миллионов, а потом построить один из таких дворцов, так что есть к чему стремиться, Этот район называется Golden Beach Вот такие тут дома стоят Да, давненько эту лодочку не мыли, охренеть Вау Походу в воде она простояла не один год Да, становится очень жарко, на самом деле кондиционеры очень сильно спасают в этих катерах, в этих яхтах А, так вот, насчет цены этой яхты, стоит она 2 миллиона 100 тысяч долларов, то есть казалось не намного больше, чем Монте-Карло 5, но вот такая разница в миллион долларов, ну этот миллион долларов он чувствуется прям, заходя в эту яхту, там все красиво, там все очень здорово сделано, там, эта яхта это просто произведение искусства, и не только можно жить, нужно жить и наслаждаться жизнью В общем, настало время показать самую дорогую яхту на этом шоу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»